Ну а теперь посмотрим, каким собственным медицинским проблемам в конечном итоге переводят по новости. Про проблемы, связанные с рождением, мы с вами поговорили. Совершенно неожиданное веще происходит с нашей головой. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, а зачем вообще позвоночному зверю нужна головая? Разместительный обмен, который нужно обоцелить, а после головы... А, совершенно верно. Глава нужна не, чтобы думать, а глава нужна, чтобы желать. Если вы посмотрите соотношение между мозговой и челюстной частью черепа на абсолютно всех черепах, абсолютно всех веках, вы увидите, что челюстной череп превышает мозговой инфраструктур в разы. Мы с вами говорили, что слишком сложные мозги никогда не ведут к эволюционному успеху, они будут в пройду. Размер и сложность нервной системы имеет смысл увеличивать, усложнять только в случае возникновения качественно новых задач по выживанию и расселению. Вот если новые задачи возникли, новый класс сложности, да, тогда оказываются выигрыши мутанты, имеющие более совершенную ценность, а во всех остальных случаях они превышены. Итак, берем нормальный череп, человекообразный обезьян. В данном случае череп с очень высокой прогнатностью, выдранностью вперед-зубок. Нижняя челюсть я не висую, а не принципиально. Скажите, а в каком месте вообще-то находится точка соединения черепа с позвоночником? Это у всех позвоночник совершенно. А очень просто. Крайняя, задняя и нижняя точки вот здесь. При этом, у четвероногого зверя, вот у поводхождения позвоночника, теперь, те, у кого есть собака, скажите, когда собака просто ведется по улице где-нибудь, никогда на что-нибудь внимательно рассматривали? У него права находится в такой позиции или не в такой? Или корову себе представьте? А в какой? Челюсть вниз на поле. Да вниз она вот так раздурит. Это понятно? Значит, почему важно? Смотрим вот на эту тугу. В норме эту тугу прямой или острый? Остый. Остый. Вот она, позиция, которая вообще отрабатывается десятками и сотнями миллионов лет. Закрепление черепа на позвоночнике. И что происходит в наших предках? А наши предки взяли и встали на две накида. И угол встал не просто мустрый, а сверхмустрый. Это во-первых. А во-вторых, возникла крайне неприятная ситуация. Где центр тяжести у этого черепа? Где-то вот здесь. А точка опора у него вот здесь. Что должно произойти? А он должен повиснуть строго вниз носом. При этом этот угол станет вообще исчезающим острым. Там градуса 3-4 останется. Он выдержит связь между затылочными мышцами и первым позвонком. Грубо говоря, голова отломится. Значит, смотрим, как вылечить такую неприятность. Первоначально, как, кстати, у остальных, когда шерина такая была, почему не перевешивала. А на черепе вот здесь развивается вырос большой, поперечный затылочный крепень. И от него идут мышцы вот так, воинной мускулатуры, сокращение которых как раз и регулирует дуку поднятия четвертого. Хорошо. Теперь, а когда мы встали вот так? Вы себе представляете объем воинной мускулатуры? У вас должен образоваться вот такой бычий загринок. Почему? А плечо-то у вас уехало вот из этой позиции, вот в эту. В результате вам надо мышцы вот сюда погонять. Хорошо. И при этом, при этом вы просто для того, чтобы держать, смотреть вперед, а не вниз, должны держать в постоянном напряжении вот этот здоровущий кучок мышц. Можно ли, как раз, поэкономия? Да. Преводится в микроцефалов с таким маленьким-маленьким моком. В виде хряща. Чего вам хвост не устраивает? С линькостно. Да. Значит, на самом деле, два пути сразу. И используются оба. Вот эта точка, точка крепления, смещается вперед, да? А центр массы смещается назад. И происходит это до тех пор, пока они не оказываются на одной вертикальной. За счет чего можно сместить точку крепления вперед? Значит, у нас с вами безумно разрастается затылочная кость. Вот она. А вот эта кость, кленовидная кость, наоборот сокращается. В результате вот это расстояние, вот это, становится все меньше, меньше, меньше. А вот это расстояние все больше, больше, больше. В результате у нас большое затылочное отверстие переехало вовку, да? Оно не здесь-то должно быть. Так. Вот затылочная мышь, вот пошли. Классно. А теперь, а как центр массы двинуть? Конечно, сократим челюсти. В результате вместо вот этого могучего челюстного имеем какое-то недоразумение. Что приводит к деформации костей всего лицевого отдела. Вот челюстная кость, это то есть самая крупная точка лицевого отдела. Ну и одно из самых заметных, неприятных следствий зубов внутрь. Что с длиной зубного ряда? Вот на этой линии расположены зубы у нормального черепа, вот на этой линии расположены зубы у нашего черепа. Что с длиной зубного ряда? Ага. А вот количество зубов, как было 32 в данном наборе, так и осталось 32. То есть вам теперь надо как-то умудриться на страшно сократившийся отрезок впихнуть все заготовки. Поэтому происходят два изменения. Первое. У нормального зверя форма зубного ряда вот такая. Вот эти зубообразующие горизонтальную площадку отрезцы. У них своя задача отделение опции пищи. Вот здесь на уху вот стоят пухи. Это инструментарий для вскрывания кровеносных сосудов жертвы, в первую очередь. Так. А вот с этой стороны, с этой стороны, вот находятся батареи щечных зубов. Это либо зубы работающих, ну, настоящих хищников. Уже не как ножницы, а как кусачки. На очень коротком рычаге с ярко выраженной перерывающей гранью вот здесь. Вот почти в самом деле у челюстного сустава. В результате, когда собака откулы перегрызают кости по кости или отгрызают спожилия желудок, да? Значит, она работает концами челюстей или вот здесь, щекой? Ну, конечно, хищными зубами. Так. Вот эта нормальная челюсть, она будет называться V-образной. Теперь, скажите, геометрия, что является кратчайшим расстоянием между двумя точками? Это риск. Прямая, совершенно верно. А теперь, у нас вот это расстояние, длина зубного ряда, уменьшится. Как можно попробовать задать некратчайшее положение для зубов? Ну, все-таки слегка выиграет. На площадку для зубов. Да, из-за того, и у нас с вами Бог такой зубной дает. Он же не из прямых состоит. Он состоит из половой кривой. Вот это называется V-образная, а у нас U-образная. Но выигрыш их дает очень небольшой. Поэтому для последнего маляра, для последнего коренного зуба, места на нашей челюсти все равно нет. Поэтому у человека вырежают сначала молочные зубы, так? Потом они меняются на постоянные зубы. Значит, ну и скажите, пожалуйста, ну кроме старшей фракции, у всех присутствующих, все 32 зубы во рту? Нет. Нет, 28. Каких четырех еще нет? А вот как раз последний маляр, который должны сидеть вот здесь, на конце челюсти. Организм выжидает, он ждет. А вдруг челюсть еще чуть-чуть подрастет. Вот тогда можно будет подать зубы пепли. Так? Значит, может быть кто-нибудь слышал, а как регулирует у нас вообще рост организма? Гормонами совершенно верно. Есть такой гормон, который так и называют, гормон роста, соматотерапин, СТФ. И когда его концентрация падает ниже критического уровня, это значит, что все, ребятки, ваш рост закончился, больше вы ни на миллиметр не вырастете. Да? И падение соматотерапина является как раз сигналом в том, что все дальше челюсти глянятся не будут, хоть и делитесь. И именно тогда и начинает пролезаться зуб мудрости. Но режется он на заведомо маленькой площадке, которая меньше, чем он сам. Поэтому в ходе пролезания он, во-первых, начинает разрушать стеночку зубного зуба второго зуба, своего соседа. Да? А противоположные стенки тереться до ветвь челюсти. И в результате пролезается он уже с повреждениями эмали. Кто знает, как называется микротрещина эмали? Какая это патология? Название знают все. А это есть кариес. Разумеется. Так что мудрости очень часто режутся уже кариесами. А у некоторого процента современного человечества они не пролезаются так до конца и остаются. Это бедные люди, потому что у них организм время от времени вспоминает, что зубы мудрости-то не пролезались, и они опять начинают режутся. Им опять не удается, ну, на нескольких лет передышка, а потом опять начинают режутся. Ощущения эти хорошо запоминаются. Значит, как видите, как ни странно, проблема дантистов оказывается связана с прямых рождением. Субтитры создавал DimaTorzok